Город Балагой. Да я уже заканчиваю. Ребят, дождитесь, пожалуйста, здесь осталось с вами связаться через минут где-то 5-10. Мы будем звонить нашему партнеру, который совсем-совсем недавно открылся. К школе подготовить мы сидим у телефона, ждем звонка. Да, ребят, извините, пожалуйста, у нас действительно затянулся эфир, мы по 10 минут общаемся с каждым партнером, потому что хотим дать эту ценность. Ну или давайте прямо сейчас наберем вас и узнаем, как вы открылись, потому что сейчас ребятам нужно будет принимать решение, действуют они, идут с нами или нет. Давайте мы узнаем, как у вас дела. Давайте позвоним прямо сейчас. Действительно. Алло. Да, приветствую, приветствую, Анна. Здравствуйте. Да, я вас обещал раньше, раньше обещал набрать, но у нас просто по 10 минут, по 15 минут мы общаемся с партнерами, потому что интересные истории, интересные кейсы, да. К сожалению, вот так оно медленнее двигается. Да, мы вас запасли так на самое сладкое, на самое вкусное, на самое интересное, потому что сейчас ребятам нужно будет принимать решение как раз-таки, что делать дальше, каким вариантом двигаться. Давайте тогда пять минуточек вашего внимания, вашего времени. Расскажите, пожалуйста, вообще, как пришли к этому бизнесу, чем занимались до этого бизнеса, был ли опыт какой-то, может быть? Ну, давайте начнем с того, что занималась я вообще в соцзащите, основной моя деятельность была. На данный момент работаю в кооперативе кредитном. В бизнесе мы не были ни разу, это решили попробовать, это вообще пришло спонтанно. Кофем я люблю очень, муж об этом знает. И, если честно, он мне прислал ссылку, где он там в ВКонтакте, по-моему, увидел. Говорит, давай попробуем. Я как бы, ну, мы сначала думали-думали, говорит, да давай. Ну, соответственно, сначала надумали, позвонили менеджеру. Менеджер у нас, Александр Пяткин, по-моему, прямо нас победил. Ну, вообще сомнений не было. Мы сразу давай пробовать. И, соответственно, начали искать, думать, где мы это сделаем. Мы живем вообще в Озерном, а Балагое от нас 30 километров. То есть, ну, здесь, в городке у нас я не увидела, как бы, локации, где можно поставить данную кофейню. А вот в Балагое единственное вот одно место, которое я понимала, что, где люди будут ходить, там, недалеко школа, там, Сбербанк рядышком. И мы, ну, решили завязаться на это. Вы там вопросы задаете на свои деньги, либо на кредит. И, соответственно, мы взяли кредит, потому что таких денег в наличии нет. А вы сперва купили или локацию нашли? Знаете как, это было, наверное, все в одном процессе. То есть, мы сначала увидели, да, информацию, вот эту кофейню. Если честно, я даже, ну, обычные автоматы видела, такой, впервые. Вот. И параллельно, получается, мы занимались и покупкой, и думали над локацией. Конечно, да. Ориентирователь нас немножко помучил с этим вопросом. Потому что я переживала, что, он говорит, я переговорю, там, дадут или не дадут, там, есть ли розетка, нету розетки. И, наверное, мы с ним месяц, вот, я ему названивала, говорю, ну как, он говорит, подождите, у меня электрик, отпуск. И поэтому нам было как непонятно, думаю, блин, нужно что-то еще подумать. Ну, полагаю, особо нету места таких, городок маленький тоже. И хочется, чтобы была проходимость. Круто, круто. В итоге нормально все сошлось, все получилось, арендодатель, да. Если честно, да. Вот, буквально сегодня ездила, загружала, ну, зерно и кривки. И стою, загружаю, заходит женщина. У меня такое лицо было, если честно, ну, удивленное. Говорит, ох, ты, ничего себе, это ваше. Я говорю, ну, да. Она говорит, блин, круто, говорит, у нас в городе такого не было. Ну, начала про дочку рассказать, что у нее Борис-то работала в Питере. Вот. Говорит, молодцы, ну, продвижение вам, говорю, спасибо большое. Если честно, ну, очень приятно слышать вот такие вот отзывы. Потому что в этом городке, ну, реально ничего такого нету. Мы даже, когда ее собирали эту кофейню, это же, ой, ничего себе, кто-то догадался поставить кофейню здесь. Хотя, напротив, есть у нас любимая пекарня. Там тоже кофе, кофе хвалили. Но пока пользуюсь. Ну, пока, пока. Красно наша. Круто. А вы проходили недавно. Необычная. Да, да. Вы недавно проходили процесс открытия. Как вообще поддержка? Насколько вот у вас не было опыта? Насколько вы поддержали? Поддержка крутая тоже от ребят, спасибо. Конечно, хотелось бы, чтобы это было прямо сразу-сразу нам отвечали. Потому что когда мы собрали, да, стойку, соответственно, у нас не получалось с оплатой. То есть, оно нам... Там выходной, по-моему, был, да? Если я правильно помню. Ну, мы сейчас и по выходным тоже работаем, да. Мы понимаем, что у вас выходной день. Да. А у нас это тоже... А у нас выходной, как бы, от основной работы, да. И получается, что немножко это подъерничали. Но через это, наверное, все проходят, как я понимаю. Ну, сейчас Владислав и выходные тоже работают, поэтому это будет... Ну, вот, да, хотелось бы, чтобы поддержка была такая прям, что сразу на телефоне. Угу, угу. А так, в целом, насколько поддержали, насколько было комфортно проходить все этапы, насколько комфортно было открывать? Слушайте, еще официального открытия мы не делали, потому что так же, ну, мы пять дней в неделю работаем, а выходные... А, совмещаете все, да? Пока не получается, да. И знаете, как получилось то, что у нас было два комплекта сырья, да? И мы так вот открыли ее, и понимаем, что вот вроде выходной у нас свободный, когда мы можем сделать открытие, но пришло понимание того, что нам просто не хватит. Нам мы хотели как бесплатными напитками людей угощать. Да, да, да. Подумали, нет, сначала мы сейчас закажем еще, вот как раз я сегодня тоже получила посылку целую. И как, какие результаты вообще, да? Запустим. Вот вы еще официально не рекламировались, но у вас какой результат? Я сделала ВКонтакте страничку, то есть вот так вот разослала по своим знакомым друзьям, ну, и делала флэрки, а потом если хотите, скину это все в группу. Очень крутые тоже девочки сделали, то есть я им кинула, говорю, мне нужно, говорю, что-нибудь красивое. Так, и с первого дня, какие результаты получаете? Как вам вообще, довольны, недовольны, как выручкой? Выручкой, ну, мы пока эту выручку тратим на сырье, на все остальное, потому что реально уходит быстро вся. Вот, ну, в принципе, довольно, с 32, да, пускай стаканчика, но они есть. Был день, когда вот были сбои в этом, терминал, по-моему, не работал, там небольшая была, небольшая сумма, остальные дни больше 30, сегодня 42, сегодня прям такой пик. Это рекорд? По-моему, это рекорд, да? Да, сегодня рекорд. Класс, класс. Я когда обслуживаю, сразу тоже. Круто, круто. Супер, здорово, спасибо большое. Да, это вам спасибо. Что порекомендуете начинающим? Вот сейчас ребятам нужно будет решаться, покупать или не покупать, двигаться или не двигаться. Что посоветуете? Ну, я присоединюсь ко всем, что не боятся реально этого всего. Конечно, свои минусы есть, когда ты не знаешь и впервые этим занимаешься, потому что это невры, как говорится, да? Но не стоит бояться, это потом, это реально кайф. То есть ты едешь, заправляешь, ты слушаешь эмоции, которые люди, ну, восторгаются, да? Да, что, блин, классно, вкусно. И в ВКонтакте пишут ребята, что им нравится, да? Спасибо за вкусный кофе. Ну, ради этого стоит, думаю, что попробовать, открыть. Круто. Круто. Да? Супер, спасибо большое, рад общению, рад, что вышли на связь, спасибо, что дождались звонка. Все, вам тогда удачи, желаю вам сотни чеков, сотни выручек, тысяч рублей. Ну, да, мы будем стараться, мы еще раз рекламируем побольше. Супер, супер, договорились. Спасибо большое, на связи. Удачи. До связи, до свидания. До свидания. Супер, вот такой результат. Ну, теперь мы точно можем заявить, что теперь вы знаете, как сработать дополнительно 500 тысяч рублей в год с каждой точки. Ребята, вы послушали огромное количество информации. Я думаю, что мы справились с этой задачей. Мы пообщались с большим количеством партнеров. Каждый партнер один за одним. Вот только недавно ребята открыли, совсем недавние открытия. Вот только недавно проходили путь с нуля, без опыта, путь от этих проб и ошибок, развития движения. И уже первый же день 30 чеков, второй день 30 чеков. Сейчас уже 42 чека. Буквально пару недель ребята занимаются этим бизнесом, включаются, работают, кайфуют, получают огромное количество комплиментов и так далее. Это реально круто. И каждый партнер советовал вам не бояться, принимать решения. Если вы здесь, если вы досмотрели до конца, то вы можете принять сейчас одно из трех решений.